Приветствую вас. Прокручивание одной и той же песни является свидетельством вытесненного желания, вытесненных каких-то потребностей, влечений, может быть, и так далее, которые, скорее всего, у вас сформировались в результате перенесенных болезней, как раз таки. То есть, как вы сказали, что вы болели гастритом и остеохондрозом. Соответственно, видимо, что-то у вас изменилось. Вы испытывали или испытываете до сих пор какие-то трудности, неудовлетворенность. И, соответственно, на уровне ассоциаций ваша песня, которую вы напеваете, она является проявлением того, чего вы хотите. И, соответственно, до тех пор, пока не будет понятно, к чему ведет ассоциативная цепочка ваша, до тех пор, пока не будет понятно, чего вы хотите. Я полагаю, что у вас эта песня так и может воспроизводиться снова и снова. Ну, просто потому что, как бы, желания-то они есть, да, они никуда не деваются. Вот. И, соответственно, вам, по-преднему, хочется чего-то. То есть рекомендация здесь такая – проследить на уровне ассоциаций, о чем вам пытается сказать эта песня, а точнее ее прокручивание. То есть как это сделать? Вот, когда на вас прокручивается, да, вопрос, что вы чувствуете в этот момент, ну, что вы ощущаете, чего хотите, какие желания, какой период своего времени вы возвращаетесь, например, то есть куда погружает вас песня ваша, в какой мир, вполне возможно, что вы и убегаете от чего-то в нее, в этой песне такое тоже бывает. Если вы, например, сожженяли ее, находясь в довольно серьезном эмоциональном напряжении, например, или в ярком эмоциональном состоянии, то песня, естественно, у вас вызывает чувство, что вы, ну, может быть, живой, что, может быть, живете, что, может быть, тогда вы были счастливы. Вот. И сейчас ваше желание и потребность жить так же как раз таки реализуется через вот этот вот мотив. Немножечко странно мне показалось то, что вы говорите о полностью счастливом состоянии. То есть вы говорите, что проблема относительная, но это мешает мне быть полностью счастливым. Я бы мог вам поверить, что это так, если бы вы не сказали, что болеете или болели. То есть вот тот факт, что вы болели, заставляет меня думать, что о полностью счастливом состоянии речи, ну, не идет как минимум потому, что вы болели. И судя по тому, что вы написали, болезнь, она куда более сильно на вас повлияла. Ну, по моему мнению, да, вот как это видится мне, конечно же. И если так, то счастливым вы не будете, хотя бы потому, что, ну, вот, каких-то желаний своих вылечили. Может быть, может быть, ситуация и немножко по-другому вообще складывается. И может быть, вы сейчас переживаете период взросления, когда какие-то новые до этого невиданные, непонятные, непознаваемые вещи, сейчас входит в вашу жизнь. То есть, может быть, вы поняли, что человек не такой крепкий, не такой надежный, как, ну, может быть, раньше вы думали, да, ну, как раньше вам казалось, когда вы были помоложе. Сейчас после болезни вы понимаете хрупкость и, может быть, это тоже вставляет вас петь, напевать песню, потому что она возвращает вас к тому времени, когда вам казалось, что вы, ну, например, всемогущий, что вы никогда не будете болеть и так далее, знаете. Ну, такие вот мысли могут быть у вас. Вот. В этом случае можно говорить о взрослении, в этом случае можно говорить о норме того, что вы чувствуете, по поводу чего вы переживаете. И в этом случае ничего страшного не происходит, просто, возможно, вам требуется просто с кем-то поговорить. Ну, просто поговорить с кем-то. Ну, например, даже с психологом, либо, может быть, с родителями, если есть такая возможность, если у вас соответствующие отношения, да, то, в принципе, вы можете поговорить и со своими родителями. Вот. Имейте в виду, что если это период именно взросления, то есть когда вы по-другому воспринимаете реальность, вот, то вам, вам в любом случае нужно с кем-то, с кем-то это обсудить, иначе вы рискуете уйти в немножечко неправильное развитие, ну, как неправильное, неподходящее вам, скажем так. Вы не будете раскрывать себя. Если только сейчас вы чувствуете это своего рода проявление, ну, возможно, невротического характера, что еще не является неврозом, то если ничего не делать с этим, да, то может дальше развиться у вас невроз уже полноценный, и тогда обычная консультация с психологом вам не поможет, и придется тогда уже работать более серьезно, может быть, даже с применением медицинских препаратов. Я вас не пугаю, я просто говорю о том, чтобы вы серьезно отнеслись к тому, что с вами сейчас происходит, чтобы вы не обесценивали те состояния, те процессы, которые сейчас имеют место быть с вами, имеют место быть у вас. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.